Всем привет! Сегодня у нас уже 14 занятия по Тайпу. Сегодня я расскажу о том, как можно ставить наш текст. У нас есть два способа, как можно ставить текст. Первый способ – это просто-напросто тык, вставили. Вот так вот у нас получилась большая длинная строчка, которую нам нужно самостоятельно разбить на отдельные маленькие строчечки. Вот, это раз такой способ, да? Давайте пока что повыше уберу, чтобы нас кто-то не мешал. Второй способ – это мы опять-таки находимся в инструменте «Текст», нажимаем куда-нибудь сюда, допустим, нам нужно поместить текст в это облачко. Мы нажимаем, зажимаем клавишу левую, левую клавишу мышки зажимаем и тянем такую рамочку, текстовую рамочку. Мы опять-таки заходим не за рамки этого облачка, мы просто-напросто остаёмся в рамках этого облачка и вот здесь её оставляем таким вот образом. И теперь вставляем текст. Ctrl-V, текст вставился. Всё, что нам осталось сделать, это поставить просто-напросто по центру. Вот таким вот образом вставили и всё идеально, быстро, легко вставили наш текст. Казалось бы, очень крутой, прикольный способ. Но это всё, на этом плюсы данного способа заканчиваются. Теперь давайте поговорим о минусах данного способа. Во-первых, здесь плюс в том, что у нас компьютер сам распределяет наши строчки по ширине облачка, но в этом также заключается ещё и минус. Смотрите, допустим, у нас есть вот эта вот наша строчка, которую мы тык и вставили. Я, честно говоря, не знаю, как другого это назвать, кроме как тык и вставить. И её я сама разобью на отдельные строчечки. То есть я сама решаю, где у нас будет начата вторая строка, где у нас будет начата третья строка и так далее. Вот так вот я хочу распределить наш текст. Почему? Потому что в таком виде у нас текст выглядит более-менее тоже закруглённо. То есть как бы сверху получается такое как бы узенькое, потом середина более широкая и низ снова узенький. То есть получается форма такая более кругленькая. То есть как бы облачка кругленькая и форма текста тоже кругленькая. То есть вот так вот выглядит довольно-таки гармонично. Что же нас сделал компьютер? Компьютер нас сделал две верхние строчки толстые, две нижние строчки тоненькие. Так решил компьютер, что можно вот так вот впихнуть наш текст. То есть компьютер, он как бы вставляет максимально по ширине рамки максимальное количество букв. И если, допустим, слово расход, оно длинное, поэтому оно здесь не поместилось. Перенос слов у него почему-то очень сильно хромает в фотошопе. Переносы слов очень хорошо можно сделать в индизайне, но об индизайне будем говорить попозже, пока что мы все работаем в фотошопе. Потому что отдельная программа дизайна, само для текста, это как-то, ну, можно, конечно, даже будет красивее с этим делом, но давайте об этом уже попозже поговорим, когда будем переходить на более-таки профессиональные такие уровни по тайпу и так далее. Сейчас пока что простенькие, да, вот эти у нас уроки идут. Итак, вернемся к нашим этим ширине строкам. Сейчас компьютер старается в строку поместить максимальное количество символов, которые он может сюда как бы вставить. Если, допустим, мы поставим еще одно какой-то символ сюда, вот еще один помещается, еще один помещается, и если еще один символ, то все, уже больше не помещается. Слово «твои», вот это вот, да, длиннющее, он сразу переносится на нижнюю строчку, на вторую строчку. Вот таким вот образом он это делает. И вот это вот он сделал следующий, по форме, вот по форме, вот это напоминает какой-то гриб, то есть сверху такая шапка большая, а снизу ножка. То есть по форме, к форме убочка, оно подходит, так более-менее можно так оставить, да, в принципе. Но если, допустим, сравнить вот этот и вот этот тот образ, то вот этот, который мы тык и сами распределяли, ширину строки, вот этот более гармонично смотрится, нежели чем то, что нам предложил компьютер. Это раз минус вот этой штуки, то есть как бы это и плюс, и в то же время получилось, что это и минус, да. Далее, второе. Второе, это когда у нас размер облачика не такой большой, он такой более маленький, а в текст нужно вставить такой же, допустим, ну, в смысле, текст нужно объемно какой-то вставить. Часто такое бывает. Вот в этой манге, конечно, такое редко происходит, потому что здесь японцы, они старались эту мангу, они эту мангу уже изначально делали так, чтобы ее можно было легко перевести на английский язык. То есть они знали, японцы, что англичане, там, ну, там, американцы, европейцы и так далее, что мы все пишем не сверху вниз текст, да, а что мы пишем слева направо. Вы, возможно, видите в этом самом дзеркальном, да, я вам показываю слева направо, то есть вот так вот получается, вам вот это вот лево ваше, вот это вот направо, да, то есть вот это моя правая рука, если что, здесь просто у меня эта самая зеркалка. Ладно. Значит, они, когда создавали вот эту мангу, японцы, когда вот они создавали эту мангу, школьный переполох, они знали, что этот мангу будет переводиться на английский язык, и поэтому они об очках сделали уже такого размера, чтобы было удобно вставлять уже текст, который мы, европейцы и американцы, уже привыкли к этому тексту, привыкли. Давайте сейчас отлагаю от меня компьютер и продолжим. Отлагал у меня компьютер. Значит, вот, значит, второе, что я показать хотела, это то, что у нас есть узенькая облачка, а текст большой, да, то есть как бы в этой манге облачка хорошие, но бывают манги, где у нас облачка узенькие, и они не рассчитаны на этот самый латинский шрифт, вот так вот, на латинский на горизонтальный шрифт, они не рассчитаны. Допустим, у нас вот эта вот узенькая облачка, а текст нужно вставить большой, То есть, мы как бы выделяем области, где мы должны вставить наш текст. Вот такой вот получается, да. Даже, смотрите, если мы ниже потачим нашу рамочку, то это само слова могут залезть на волосы. Нам такого не нужно. Мы просто-напросто вставим вот так вот, вот таким вот образом. И вставляем Ctrl-V наш текст. Вставили. Супер. Отлично. Молодцы. Далее что? Далее мы видим сразу же куча-куча проблем с этим самым текстом. Во-первых, у нас слово паспорт перенесено неправильно. То есть, по идее, нужно нажать вот таким вот образом. Тире и порт с новой строки. Далее про висячую пунктуацию я расскажу в следующем видео уже. Здесь нужно поставить висячую пунктуацию, чтобы тирешка у нас как бы замещалась вот этими штукенциями. Нажимаю пробелы. Я какую-то букву Т нажала, извиняюсь. Букву Т не нужна. Нажимаю пробелы. Висячая пунктуация у нас не срабатывает. Почему? Потому что все эти пробелы вставились вот сюда. То есть, они как бы, они есть и пробелы. Они все вот тут вот. Вот тут вот после запятой, они куча-куча пробелов у меня стоит. Я их просто-напросто в Севу сейчас удалю. Вещи, запятая, вот так вот. Не Б, а запятая. Вот так. Это с новой строки. Вот. И смотрите, что я сделала. Я убрала все мои пробелы. Теперь нажимаю с новой строки. Enter нажимаю. И только теперь можно поставить свесячую пунктуацию. Вот. А до этого у нас была как бы все одна и та же строчка. Вот так вот получается у нас было, да? Вот так. Потом у нас пробел стоял. И все. Если дальше будут нажимать пробелы, то эти пробелы, они как бы, они... Эти пробелы, они вот сюда вставляются. А здесь ничего не происходит. То есть, нам нужно вот так вот сделать и начать новую строчку. И только с новой строки можно поставить же новую пунктуацию. Нашу висячую пунктуацию. Вот. Это раз. Далее, что у нас не хватает. В этом облачке нужно эту рамку нашу растянуть. То есть, у нас не помещается наш весь текст полностью. И очень часто бывает такое, что у нас тайпери вставили такой, допустим, текст. И они не замечают, что здесь у нас некоторых слов не хватает. Они просто-напросто быстро-быстро работают. И получается, что мы вставляем текст, а он вставился не полностью. Причем вот это то, что вставился не полностью, мы можем увидеть только если мы нажмем на эту рамку. И посмотрим вот сюда вот в уголочек. Видите, такой вот у нас плюсик появился. Вместо обычного квадратика у нас стоит плюсик такой. Это означает, что здесь у нас есть как бы текст, который как бы в рамку не поместился. Мы должны растянуть полностью рамку до того, как плюсик превратится в обычный квадратик. Вот у нас превратился, плюсик убрался. Все, это означает, что здесь у нас полностью этот текст вместился. И этот текст нам теперь нужно подвинить наверх. Кстати, я говорю тогда насчет этого плюсика. Этот плюсик мы можем видеть только вот в этом формате. То есть мы когда нажимаем на наш этот самый текстовый слой, мы только тогда увидим наш плюсик. В программке InDesign вот этот плюсик, он гораздо круче сделан. Допустим, вот у нас рамка текста. Сейчас ставим шаблонный текст, шаблонный текст. Он постоянно мелькает туда-сюда. Вот, заполнен шаблонным текстом. Вот, значит, вот наш шаблонный текст. Мы сейчас его немножко рамочку пониже сделаем, вот так вот. И плюсик, видите, он стал яркий, красный. Мы сразу его видим. Плюс ко всему, плюс ко всему, вот здесь у нас появляется одна ошибка есть. Мы нажимаем на эту ошибку, текст ошибка, и у нас ошибка показывает, что у нас есть вытесненный текст, который не спометился в рамку. То есть в InDesign все это предусмотрено, об этом все говорится. То есть чтобы этот текст тоже отсюда убрать, это просто, когда уже к InDesign найдем, поговорим об этом. В Photoshop, и сколько я не искала, я такой штукенции не нашла. То есть как бы здесь у нас показывается, что есть какая-то ошибка тут же, да, в глаза бросается. А в Photoshop такого я вот искала везде, но не нашла. Если вы такой найдете, то напишите в комментариях, но я думаю, что такого тут не предусмотрено. Почему? Потому что Photoshop это программка для редактирования в первую очередь картинок, а не текста. А текст вот просто такой, как дополнительный элемент тоже присутствует. Но более профессионально текст редактировать, это только в InDesign. К нему мы перейдем попозже. Давайте поехали дальше. Значит, дальше у нас идет следующий минус. Это перетаскивание текста нашего. Вот мы поставили, значит, нашу рамочку побольше сделали, как нам нужно. И мы понимаем, что нужно наш текст подвинуть повыше. Значит, мы должны перейти за рамку, выйти курсором за рамку, чтобы мышка у нас превратилась в вот такой курсорчик. Где-то схватить и перетаскивать там, куда нам нужно. Но в данном случае у нас курсор будет меняться не один раз. Как, допустим, смотрите, у нас, где у нас там текст, вот этот у нас, да, который тык, вставили текст. Здесь у нас, когда мы курсором возюкаем, то если мы на уровне текста находимся, то у нас курсор, он такой, как бы, буковка, ну, вот эта буковка И, которая, так бы, вставляет наш текст. То есть это режим редактирования текста. Как только мы выходим за рамки нашего текста, у нас курсор превращается вот в такую штукенцию, и мы сразу можем перетаскивать, куда нам удобно. Если же мы текст ставили вот таким вот, в такой рамочке, то мы тащим курсор выше, 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 стоп. И у нас курсор в первую очередь превращается вот в такое, как бы, вытягивание рамки текста. Это раз. Дальше тянем выше, выше. У нас курсор превращается в менять угол наклона. Это два. И только позже, еще выше, только потом превращается в наш курсор передвижения текста, передвижения объекта. Вот. У меня частенько было такое, что я, как бы, не дотягивала в нужное место, и хватало, допустим, вот тут, и начинала подкручивать мой текст. И в таком варианте, это самое, вот так вот получается, нужно наш текст, наклон текста, менять обратно, как нам нужно. Это можно сделать, либо в истории мы ставим, сейчас вы, наверное, это не видите, да, секундочку. Давайте лицо пока что в другую сторону поведем, чтобы вы эту самую, кусок вот этого видели. Это история нашего файла, изменения нашего файла. Я кликаю один раз назад, или даже два раза назад. Вот, два раза откликнули, и все, как бы, угол наклона у меня поменялся. В принципе, казалось, как бы, хорошо. Но при этом, при этом, если здесь, допустим, я нашла какие-то ошибки, я, допустим, одну букву удалю, тут какие-то еще допишу какие-то тексты, вот так вот, я потом решила перетащить этот текст уже наверх, схватила случайно вот это вот перетаскивание, ну, в смысле, кручение вместо перетаскивания включила. Вот так вот. Если я теперь, если я теперь нажму действие назад, то все мои изменения, которые я делала вот здесь, да, вот это, допустим, удалим полностью, чтобы четко было видно, да, вот так вот, то все мои изменения одним действием назад, они все отменяются. То есть, помимо подкрутки, меняются еще все вот эти вот изменения, которые я там в тексте самом совершала. Это вот тоже иногда бывает обидно. Если же у вас эта подкрутка такая произошла случайно, да, вот такая вот, опять-таки, я хотела подвинуть его в ту сторону, а схватила не в том месте и началась подкрутка. Если у вас такая подкрутка произошла, то вам нужно будет искать нужный вам угол. Вы, наверное, не видите цифру угла у меня, да, потому что у меня почему-то моя программка, она не захватывает вот эту штукенцию. Короче, у меня вот справа сверху от курсора появляется такая маленькая окошечка, там значок угол и цифра, какой угол у меня сейчас стоит. Допустим, он сейчас стоит 13,01 градуса, угол такой. Вот двигаю в эту сторону, 7, 5, 2, 4, 1, 0, 0, 8, 0, 5, минус 0, 1. Уже перекрутила слишком. Так, секундочку, минус 1, 2, минус 3, так, минус 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, вот попало. Вот, то есть вам нужно немножко будет помучиться, найти нужный вам угол, чтобы вернуть текст в горизонтальное положение. Вот, теперь его вставляем, но нужно наше место, вот таким вот образом, да, замороченным. Если же, допустим, вы это самое, ну, тоже промахнулись, нажали подкрутка текста, но еще не отпустили клавишу мышки, то здесь можно легко избавиться от этой фигнюшки, с тем самым, что вы зажимаете клавишу shift, и с клавиши shift вы крутите наш объект ровно на 15 градусов в одну или в другую сторону. Допустим, это 0, 15, 30, 45 и так далее. То есть как бы шаги у нас уже не 0, 3 целых там каких-то там десятых и так далее, да, а именно вот 15 градусов, и там вернуться в положение 0, 0 гораздо легче, чем вот было до этого. Вот, отпускаем сначала клавишу мыши, потом отпускаем уже shift. Вот, это вот, вот это вот, что у нас касается с рамкой. Текст, который без рамочки, вот этот вот у нас, да, у нас его подкрутить невозможно в таком режиме самостоятельно, ну, как бы случайно подкрутить невозможно. Чтобы его подкрутить, нам нужно нажать клавишу control, и только тогда у нас появляется такая рамочка, которую мы можем тоже сбоку схватить и крутить, как нам нужно. То есть как бы случайно подкрутить вот этот наш текст, когда мы его тык и вставили, да, его у нас случайно подкрутить не получится. Его мы сможем только специально подкрутить, когда мы этого захотим. То есть, опять-таки, больше контроль над ситуацией. Следующий минус такого способа вставления текста, это когда мы пытаемся впихнуть наш текст в наше облачко полностью. То есть, у нас довольно-таки длинная такая, получился столбец этого текста. Нижняя строчка не попадает в этот самый полностью в наше облачко. Если мы его повыше поставим, то вот так вот можно, в принципе, поставить, но это будет выглядеть довольно-таки убого. Здесь у нас куча пустого места, видно, что это все не расцентровано. Да, вообще-то буква И, буква Т тут у нас стоит, у нас очень сильно это не нравится. Но с паспортом это понятно, мы пишем вот так вот пас-паспорт и так далее. Здесь тоже весячая пунктуация, новая строчка, весячая пунктуация. Здесь расходы можно раз-ходы поставить, да, и здесь нам нужно поставить весячую пунктуацию вот на этой строке. Мы кликаем, сначала новая строчка, пробел, и у нас, как видите, все равно место очень узенькое в рамке, у нас эта весячая пунктуация уже не помещается. Можно эту рамочку тогда пошире сделать, да. То есть, когда у нас, допустим, вот в таком вот виде наш текст, секундочку, давайте разобьем его так же по этим, как и по таким же строчкам, как и здесь, допустим. Твои вещи, пас-пас, весячая пунктуация, порт и деньги на раз-тереходы. То есть здесь я просто-напросто кликаю весячую пунктуацию, она у меня помещается автоматически, потому что тут же автоматически меняются и края нашего текста. Здесь края нашего текста автоматически не меняются, они у нас фиксированные, да, то есть изменить мы их можем только если мы схватимся вот за эту штукенцию, вот за этот квадратик, он плохо хватается, сейчас, о, поймала, поймала этот квадратик, и только тогда можно этот текст нам, ну, края нашего текста увеличить, да. Вот поставим вот таким вот образом, вот так вот у нас хорошо получилось, да. Здесь у нас сейчас пунктуация уже постоит, поставили мы ее, молодцы мы. Еще один пример. Вот у нас есть этот наша вот фразочка, да, мы поставили паспорт, это одна строчка, и деньги, это другая строчка. В принципе, хорошо выглядит, единственное, что, вот расстояние между рамкой и вот этими вот буквами здесь, оно очень маленькое, и буквы могут даже слепиться с рамкой, ну, короче, не очень симпатично это выглядит. Можно здесь размерчик текста сделать поменьше, то есть у нас сейчас размер текста 12 пунктов, мы его меняем на 11 пунктов, Enter, и вуаля, вся наша расстановка по строчкам, она развалилась полностью, почему? Потому что у нас есть фиксированная рамка, и компьютер сам решает, сколько символов помещается на ту или иную строчку, да, то есть как бы все, что мы до этого вот старались, там разбивали вот так вот это самое все слова, оно все у нас проигнорировалось, все ушло. Это у нас в режиме, когда мы вставляем в рамку текст. Когда же у нас мы тык и вставили текст, вот это вот точно такой же у нас вариант текста, мы просто возьмем размерчик, меняем на 11 пунктов, и вуаля, у нас просто-напросто поменялся размер, при этом вся расстановка, то, что у нас новая строчка мы поставили, она у нас остается, то есть здесь у нас гораздо меньше заморочек вот с этой вот, вот такой вот штукенцией. Вот, далее что? Далее у нас, если текст будет больше, да, то есть если текст будет больше, то есть у нас мы поставили какую-то рамку, вдруг поняли, что нам нужно текст поставить наоборот больше, ну, допустим, слишком мелкий получился размер. Мы ставим больше размерчик, двадцатку и вуаля у нас опять-таки все осталось на своих местах у нас фиксированная и нам нужно помимо того что мы меняем размер нужно еще менять и размер рамки дополнительно если же мы допустим вот эту штукенцию размер поменяем побольше сделаем на двадцатку то у нас и рамка текстовая автоматически больше стала это самое и сам текст он полностью нам видит то есть мы знаем где у нас к началом текста здесь мы уже не знаем где этот конец текста мы можем растягивать эту сначала поймать нужно ее вот чего-то вниз вверх она легко ловится а вот вправо-влево от этого штукенция поймаю вот вот поймала а право-влево она плохо почему-то ловится вот то есть мы как бы должны еще довольно искать границу нашего текста нового размера тоже не очень удобно штукенция конечно же вы сейчас можете сказать что мол есть такая кнопочка control это самое если мы зажмем клавишу control и будем вот этот за уголок сватимся и будем таскать вот так у нас меняется и размер текста и размеры рамки тоже да а если мы еще shift нажмем то будет меняться пропорционально но здесь есть маленькое но о которой я потом расскажу как мы в следующем уроке потому что сейчас уже видяшка того как и объемно получается так что оставим на следующий раз и последний такой минус который считаю что он как бы есть и о нем нужно рассказать это когда мы делаем искажение текста давайте вернем вот эти вот два текста чтобы они были одинаковые то есть вот этот у нас будет размер двенадцатый секундочку не так размер 12 поставим и вот это тоже сделан размерって нас чтобы они были два одинаковых текста Army Dual txt мы хотим изменить текст искажения коем-нибудь сделать то есть мы нажимаем на текст кликаем искажение хотим сделать допустим другую чтобы допустим изгиб был по нулям а искажение поговорить ребенка ну скажем минус 90 вот такие вот образом мы изменили наш текст его как бы искажение по горизонтали сделали минус 90. То же самое сейчас делаем вот с этим. Давайте его передвинем, чтобы вам было лучше видно. Кликаем на искажение текста, дугой, здесь у нас изгиб был по нуля, а искажение по горизонтали минус 90. И, как видите, у нас появилось, получилось две разные картинки. То есть мы поставим рядышком и сравним, то они выглядят совсем по-разному. У нас они даже друг на друга не накладываются. Почему? Потому что, когда у нас способ был тык и вставили текст, это мы просто... У нас верхняя полоса, она вот здесь идет, то есть как бы по верхней линии наших букв, и она идет в эту точку, вот в эту точку, не помню, как она называется. Ну, вы, наверное, знаете, как она называется. Дальше, нижняя строка, нижняя полоса, она у нас вот здесь проходит. Вот эта вот нижняя наша полоса, она идет тоже в эту самую точку пересечения всех направляющих наших. Вот в этом же случае верхняя строчка у нас верхняя полоса, это вот эта, а нижняя это наш край нашего этого, край нашего нашей рамки текстовой. Вот он. То есть не там, где у нас текст сам заканчивается, а там, где у нас рамка заканчивается. Он как бы исказил не текст, а он исказил рамку саму. То есть чтобы нам вот эту штукенцию сделать точно такую же, как вот эту, нам нужно, во-первых, сделать парочку движения назад. Секундочку. Вот так вот. Снова берем редактирование. Прежде чем мы нажимаем сгиб текста, мы эту рамку должны подвинуть впритык к нашему тексту. Вот так. Теперь только нажимаем искажение, кликаем дугой, кликаем тут по нулям, тут у нас минус 90, и вот так она у нас исказилась, и теперь они уже похожи друг на друга. Да? Они реально похожи друг на друга. Если мы поставим их друг на друга, то они должны почти что идеально сесть. Ну там еще и по ширине там рамочка была немножко другая. Ну в общем, да. В принципе, почти что одинаково. Есть, конечно, случаи, когда нам именно вот эту рамку хотелось бы исказить. То есть, допустим, нам нужно только, чтобы вверх как бы шел туда, а вот рамка как бы внизу осталась тоже, чтобы у нас пустое место оставалось. Ну как бы в зависимости от ситуации можно использовать и так, и так. Но чаще всего нам все-таки нужно, ну так вот, такие стукенты не нужны, но знайте, что такое тоже присутствует. На этом, пожалуй, все. Как бы все основные такие плюсы-минусы уже рассказала. Если вы какие-то еще какие-то плюсы-минусы обнаружите, то пишите в комментариях, я буду рада почитать их. Еще что хотел сказать. То, что вот этот вот способ, вот этот рамочек, который, да, у него в фотошопе, как я уже только что объяснила, что очень много минусов, прям мне сильно не нравится. Но при этом в программке InDesign, которая профессиональная программка для редактирования текста, в InDesign есть способ вставления текста только в рамке. То есть в InDesign способ тык и вставить текст не существует вообще. Вот. Тоже над этим можно задуматься, почему так. Но, в общем, пока что в фотошопе в рамочке текста является для меня просто сущий ад. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.